Продолжение следует... ...правил дорожного движения. Нет. Она должна быть для ребенка интересной и по-своему захватывающей, чтобы знания и информацию, которую он получил, были им лучше восприняты. К минутке безопасности можно подойти и творчески. Это могут быть соревнования. Например, кто быстрее назовет знаки особых предписаний. Или квест, где нужно найти правильный дорожный знак, который показывает, что здесь можно кататься на велосипеде. Можно поставить маленький спектакль или провести викторину. Можно сделать подделку на тему дорожной безопасности. Наша задача, чтобы ребенок обладал не набором привычных дорожных штампов, а владел знаниями и умениями, чтобы его поведение на дороге было осознанным. Для этого нужно сформулировать возникающую проблему, создать ситуацию спора, столкновение мнений и интересов, разнообразие объяснений одной и той же ситуации детьми, чтобы они смело высказывали свои мысли по этому поводу. В результате они получат полезные сведения по безопасности на дороге, поданные в интересной, занимательной форме. Можно давать детям разные интересные задания, предложить им стать сыщиками или детективами и выполнить задания по наблюдению, так сказать, устроить слежку за обстановкой на дороге. Например, можно предложить им составить список различных объектов, которые мешают обзору дороги по пути домой. А на следующей минутке ребята могут поделиться своими наблюдениями. Как обходить стоящее на остановке маршрутное средство? Почему опасно болтать по телефону и слушать музыку в наушниках при переходе дороги? Эти и многие другие вопросы важно и нужно разобрать на экспресс-занятиях по правилам дорожной безопасности. Главное помните, каждая такая минутка поможет обезопасить наших детей от происшествий на улицах и дорогах города. И помните, правила дорожного движения одинаковы для всех – и для малышей, и для подростков, и для взрослых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова